Мальчик на побегушках. Бобруйские правоохранители задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов. Нашел предложение о криминальном заработке в интернете. Кто стал жертвой? Четырехколесный поплавок. На интернациональной вузере оказался автомобиль. Были направлены спасатели, одно подразделение МЧС. Почему машина пустилась в плать? Срок больше прожитого. В Могилеве задержали несовершеннолетнего закладчика. Фигурант работал оптово-рочечным курьером. Что грозит юноше? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Не за ту работу взялся. В Бобруйске задержан курьер телефонных аферистов. Жертвой стала 75-летняя пенсионерка. Женщина поверила в историю о ДТП, виновником которого якобы стал ее внук. За его непривлечение к уголовной ответственности она передала прибывшему курьеру около 20 тысяч рублей. Оперативники УВД Бобруйского горисполкома установили личность и задержали 18-летнего Могилевчанина. Фигурант признался, что нашел предложение о криминальном заработке в интернете и выполнял все задания куратора. Когда ты заходишь в квартиру, так, видишь бабушку, ты понимаешь, что ее обманывают? Ну, частично понимаю, да. Ты понимал, что совершаешь преступление? Да. Понимал. Осознанно пошел на это? Осознанно. Следователями возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы. Железный утопленник. В озере на Интернациональной под воду ушел легковой авто «Хонда Фит». Очевидцы сообщили, владелец припарковал автонгры около подъезда и поднялся в квартиру. Скорее всего, мужчина не поставил транспорт на ручной тормоз. Когда хозяин легковушки вернулся, не обнаружил машину на месте. Нажав на приволк автосигнализации, увидел, что она находится в водоеме. Для оказания помощи в данном инциденте были направлены работники МЧС, одно подразделение, автоцистерна и водолазы-освода. С помощью общих усилий, лебедки, получилось вытащить легковой автомобиль на берег. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Набедокурил по малолетке. В областном центре задержали несовершеннолетнего закладчика. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Могилевского наркоконтроля вышли на курьера психотропов. Выяснилось, им оказался 17-летний местный житель. Установлено, что фигурант работал оптово-рочечным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков около месяца. Забирал большие партии товара, фасовал на мелкие, а затем распространял через закладки по Могилевской области. При нем в тайниках и по месту жительства обнаружено изъято почти килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Искали дичь, а нашли уголовку. В Чауском районе двое приятелей попались на браконьерстве. Следствием установлено. Двое знакомых из Могилева приехали в деревню Залесия, где неподалеку планировали поохотиться на уток. Однако по дороге на местную креницу они увидели косулю, в которую выстрелили прямо из окна машины. Тушу они отвезли на дачу одного из фигурантов, после чего вновь отправились за водой. И ситуация полностью повторилась. Выстрелы услышали инспекторы охраны животного и растительного мира, которые быстро обнаружили браконьеров. Следователям проведен осмотр места происшествия. Допрошены подозреваемые. Изъяты охотничьи ружья и туши животных. Назначен ряд экспертных исследований. Установлено, что мужчины не имели разрешения охотиться на данную особь животного. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 9600 рублей. За незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело. Я на мой бесправному не место за рулем. Бобруйские правоохранители задержали водителя внезаконника. Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль «Протон». Для проверки документов и состояния водителя инспекторы остановили машину. За рулем находился 26-летний местный житель, который был нетрезв и, как оказалось, не имел права управления. Проведенное освидетельствование показало чуть более 2 промилле алкоголя. Теперь за пьяные покатушки мужчине придется заплатить крупный штраф и на 5 лет забыть о возможности получения водительского удостоверения. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю.